Спонсор данного выпуска магазин мини-диванов. Шикарный вариант для вашего ребенка. Все диваны с ортопедическим основанием и имеют ящик. Отличные решения для маленьких комнат и балконов. Диваны в наличии и доступны в день заказа. Также есть рассрочка, доставка по всей России и самовывоз. Ссылку на инстаграм мини-диванов оставляю в описании. Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск, где мы будем с вами разговаривать про минусы жизни в Краснодаре. Не про все минусы мы с вами поговорим. Я подобрал 5 основных минусов, которые нужно учитывать при переезде на ПМЖ в этот замечательный город Краснодар. Перед началом просмотра мне будет очень приятно, если вы сразу же поддержите выпуск комментарием и поставите лайк. А теперь давайте начинать. И первый минус, про который я хочу с вами поговорить, это климат. И кто-то сейчас сразу же скажет, какой климат? Это южный город, это же так здорово. Мы у себя в центральной части России, в севере и на Дальнем Востоке замерзли и хотим в жару. А ты говоришь нам про какой-то климат. Да, я согласен. Вы замерзли. Но здесь климат, ребятки, настолько жаркий. Ну вот сами представьте, в самом южном городе России, в самом теплом городе России, в Сочи, летом температура 32-35. Здесь, в Краснодаре, этим летом она была 40-45. Возможно, даже и больше доходила в каких-то районах, в каких-то моментах. Просто вдумайтесь в эту температуру. Здесь, когда из подъезда выходишь летом, ты попадаешь просто не на улицу, ты попадаешь в баню. Я это сравнивал с тем, что ты заходишь в баню и садишься, знаете, на первую лавочку, где вот такая температура, и там можно париться, и там даже веником можно подавать. И тут так! Вы просто представьте, что вам нужно идти в магазин в такой температуре, ехать в пробках в такой температуре, на работе сидеть в такой температуре. И так почти все лето. Мы в Краснодар приехали в мае 2021 года, в конце мая, и сейчас уже октябрь. Мы прожили 5 месяцев, и поверьте, я знаю, что я говорю. Здесь находиться летом в Краснодаре мы не могли более 4 дней. После 4 дней мы собирались и уезжали, потому что гулять с детьми во дворе невозможно. Гулять в какие-нибудь замечательные парки Краснодара тоже невозможно, потому что невозможно от жары. И мы, конечно, собирались и уезжали на море. И так прошло все лето. Поэтому, друзья, если вы решите переехать в Краснодар, то учтите момент, что здесь в летнее время, в весеннее время, в осеннее время здесь очень жарко. И такой климат подойдет далеко не каждому, особенно кто страдает давлением, ходить в магазин в такую жару, это самоубийство. И вот посмотрите на фасады в Краснодаре, все в кондиционерах, и так на каждом доме. И вот, например, в Подольске на наших домах, посмотрите, какой контраст по пальцам можно пересчитать, сколько кондиционеров вообще, да, какая разница. И вот у соседнего дома, видите, их почти нет. Я скажу даже больше, что если в других городах смотришь какие-то объявления, люди пишут, что у нас солнечная сторона как плюс, то здесь, наоборот, вы смотрите объявления, и люди, наоборот, указывают, что не солнечная сторона, то есть здесь солнечная сторона является большим минусом. Но второй минус, ребята, это пробки. Если вы привыкли у себя в регионе перемещаться на своем автомобиле, быстро, комфортно, удобно, все так замечательно, то здесь, приехав в Краснодар, вы обалдеете. Потому что Краснодар стоит не просто красным цветом, он стоит бордовым. И даже навигатор не может передать всю бордовость Краснодара. Но на самом деле, чтобы вам проехать на работу, вы будете тратить час-полтора. Ну, зависит, где у вас работа. Но это я беру в сравнении, если работа у вас находится 3, либо 5 километров от вашего дома. И, казалось бы, это немного пешком быстро дойти. Но люди предпочитают двигаться на машинах, и часами будете стоять. Центр стоит вообще наглухо, потому что куча, много дорожек влезает в одну полосу, и все просто, все стоит, друзья. Будьте к этому готовы. Кто-то может даже после Москвы сказать, да ладно, че там, в Москве какие пробки. Ну, в Москве пробки, да, но они едут. Здесь же стоит все мертво. И как один из лайфхаков, если вы решите все-таки переехать в Краснодар, то возьмите с собой, либо сразу по приезду купите электросамокат. Здесь, в Краснодаре, электросамокат очень нужен, но он такой в тренде. Здесь их много, и люди, которые поняли, что машина это не вариант, они, конечно же, покупают самокат. А третий минус, друзья, связан с климатом, потому что лето очень жаркое, а водоемов в Краснодаре нету. И кто-то сейчас, возможно, скажет, как нету, а река Кубань, а еще реки, а Краснодарское водохранилище, так они есть, но купаться там запрещено. Я поначалу вообще думал, что это какой-то прикол, ну, как везде, знаете, табличка стоит, но все равно все купаются. Даже на море бывает, табличка стоит, но все равно все купаются. Здесь все не так. В лучшем случае, если вы там туда окунетесь, к вам подойдут сотрудники, вас оштрафуют. В лучшем случае вы поймаете там какую-то болячку и отправитесь в больничку лечиться. Здесь даже по радио постоянно, вот я езжу в машине, и постоянно крутят, что купание в водоемах и реках Краснодара запрещено. Здесь нельзя купаться в открытых водоемах вообще нигде. Только ходить куда-нибудь в бассейн. Вот вы просто представьте, переезжаете вы в Краснодар, где такая стоит жара, вы хотите утром съездить, покупаться куда-то на водоем, а его нету. Нельзя, нельзя нигде покунуться, вообще ноги смочить нельзя. Для южного города это огромный и огромный минус. А кто-то сейчас скажет, да ладно ты, что там море рядом. Так мы тоже так думали, что, мол, типа Крым 140 километров, Азовское море 120, Анапа 140, Джугба 90 километров. Классно, катайся не хочу. Но вернитесь, друзья, ко второму минусу про пробки. И вы все поймете. Потому что добираться на машине на море вы будете в лучшем случае часа 4. В лучшем случае. Либо просыпаетесь ночью и едьте ночью. Тогда да, тогда часа 2. Потому что, во-первых, на дорогах везде, как правило, висит знак 40, 60, 70. Плюс добавляют это огромные пробки. И если вы думаете, что переехав в Краснодар, вы будете кататься к морю каждые выходные, то покатаетесь пару раз, а потом вот так вот почешите и скажете, надо ли мне это. Вот такая вот, друзья, обстановочка на пляже Джугби. Это самый центральный пляж. Здесь, скорее всего, лево-вправо есть какие-то дикие местечки. Море крутноватое, поэтому очень здорово, что у нас под боком есть отель. Так что с водоемами ребята здесь напряг. Они как бы есть, но в них купаться нельзя. Море это как бы есть, но ехать далеко. И не каждый на это подпишется. Третий минус, и мы с вами говорили про пробки. Так вот, четвертый минус, он, в принципе, тесно с этим связан. Это, ребята, работа. Мы сами не работаем, но наслышаны от местных, что с работы здесь туго. Добираться до работы туго, потому что пробки, пробки сильные. Что касается работы, ну, как говорят приезжие, что здесь туго, некуда устроиться. Работы мало, платят мало. Но я на самом деле придерживаюсь той поговорки, кто ищет, тот всегда найдет. Я вижу, как сюда приезжают много-много людей. Центральной России, Северной. Они открывают здесь различные бизнесы, маленькие бизнесы, дают рабочие места. Поэтому говорить про то, что туго с работой, ну, наверное, нужно говорить про относительно чего. Если вы на севере привыкли получать северную зарплату, приезжаете в южный город и понимаете, что зарплата здесь в разы меньше, то, конечно, да, вам будет непросто. Но, опять-таки, у вас есть всегда возможность переучиться на другую специальность, либо открыть свое маленькое дело. В общем, в принципе, по сути-то, выбор есть, выход есть. Но, опять-таки, если вы решили переезжать в Краснодар, то изучите этот вопрос. Поймите, где бы вы могли работать, сколько вам за это бы платили. И только потом берите, собирайте чемодайны, отрезайте, обрубайте там все свои мосты и переезжайте. Когда я жил в Москве, добираться до работы час-два с утра, вечером, часа три, уходилось пять часов в день тратить. Это как бы много. И здесь, в Краснодаре, то же самое. Только Краснодар настолько плотно стоит, что вам не нужно ехать там 30 километров, например, и 20 километров, как в Москве. Здесь нужно ехать 3 километра, но тратить вы будете тоже час-полтора. Поэтому уделите рабочей сфере своей особое внимание. Ну и теперь пятый минус, друзья, который, наверное, будет касаться всех тех, у кого есть детки, это социальные учреждения. Их здесь дефицит. Школ не хватает, детских садов не хватает, поликлиник не хватает. Если вы придете в поликлинику в Краснодаре, вы, конечно, просто обалдеете от того, какое там качество самой поликлиники, от того, какие там очереди. Ну и дальше по цепочке поехали. Что касается садов и школ, здесь их вообще не хватает. Раньше строились дома, и застройщики, они не строили ни садов, ни школ. Отсюда и получается, что в этом году в первый класс пошли столько первоклассников, что букв классов было от А до Я. В прямом смысле этого слова были Р, были Ф, были Я, были А. Жесть. Я когда учился, у нас было максимум 6 первых классов. То есть первых 6 букв задействованы халфавита. Сейчас 33 буквы. Ну, это очень мощно. Опять-таки, если вы будете переезжать, например, в новые районы, там, где уже застройщики строят и школы, и сады, вы пристроите своего ребенка. Но тут нет никакой гарантии, что не будет вот такого перенаселения у вас в группе, либо в классе. На это, конечно, тоже обратите внимание. Учиться мне, как кажется, в таком большом классе, где 30-40 человек, это жесть. Нам, конечно, от минус не принципиален, мы на семейном образовании, и нам как бы все равно. Но этим минусом я делюсь с вами. Обязательно учтите его и уделите ему особое внимание при переезде. Подводя итоги данного выпуска, друзья, я хочу сказать следующее, что никогда не совершайте поспешных решений по поводу переезда. Не нужно там продавать недвижимость в своем городе. Не нужно обрезать все маслы, бросать там работу, бросать все, забирать ребенка из садика, либо из школы, переезжать в Краснодар и дальше сесть здесь и сказать, ёпсель-мопсель, что я наделал? Сделайте проще. Мы просто так всегда советуем и пользуемся сами своим советом. Приедьте сюда, снимите здесь жилье, проживите здесь полноценно год. Вот каждое время года прощупайте, прочувствуйте, посмотрите, как вам добираться, где вам работать, куда ребенка определить, как вообще здесь детям понравится, не понравится, как вы отнесетесь к этому климату, как вы будете передвигаться в пробках. Прочувствуйте все на себе за один год жизни. В принципе, года достаточно. И потом, если вам все зашло, езжайте в свой город, все там обрубайте и переезжайте в Краснодар и живите в свое удовольствие. Но помните про эти минусы. Их еще больше, но это прям основные, которые первые при переезде. У этого города, конечно же, есть, ребята, плюсы. О них я расскажу в следующем выпуске. Поэтому не пропустите, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и обязательно я вам все расскажу. Поддержите выпуск лайком, напишите комментарии. Возможно, какой-то минус в Краснодаре гораздо важнее, чем я сказал по вашему мнению. То, конечно же, напишите. Поделитесь данным видеороликом в своей социальной сети. Это очень сильно помогает в развитии канала. За это вам огромное спасибо. Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся скоро в одном видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok